Ну что, ребят, вы готовы подпортить жизнь нашему вредному соседу? Мы вернулись в игру под названием «Как достать соседа» и сегодня нас с вами ждут еще более интересные уровни. И первый левел называется «Надоблаками». Следующий пункт программы – Таджмахал. Мамочка тут же исчезает на базаре и не выйдет оттуда, пока не спустит все деньги. То есть с ней мы что, пересекаться не будем? Сосед осматривает достопримечательности и снова дразнит слонов. Вуди обязательно этим воспользуется. Ну хорошо, давайте будем переходить в игру. Итак, Neighbors Back From Hell в серии «Надоблаками». Так, нам нужно сразу же все предметы пособирать, что у нас тут есть. И я вижу, что у нас есть какая-то корзинка с шариками. Давайте возьмем. Также у нас есть лопата. Лопату тоже обязательно забираем. И я вижу, что у нас тут есть норка. Давай-ка мы с тобой сразу же отправимся к норке и заберем мышку. Как мы с вами уже делали дома у соседа. Аккуратненько, пожалуйста, я тебя очень прошу. Я надеюсь, что сосед сейчас сюда не отправится. Надеюсь, что мы успеем быстрее. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А, кстати, а где Ольга? Что-то мы с вами Ольгу не видели. Ольги нет? То есть ее сын есть, а Ольги нет. Хорошо. Что у нас здесь находится? В эту чашу верующие кладут пожертвования. Вот только сосед считает, что это специально для него. Так, а что ты пошел делать? Ну-ка, давай-ка сюда отойдем. Ты пошел... А, пора для чистки обуви. Ты пошел чистить обувь. Потом, наверное, будет он слона доставать. А мы с вами, наверное, сходим пока что вот сюда. Здесь мы можем с вами спрятаться. Может быть, мы мальчику можем шарик купить? Этот гуру закопался в землю по саму макушку, чтобы помедитировать без помех. Правда, ему деньги тоже нужны, так что он продает шарики. Слушайте, а, по-моему, сосед поднимается наверх. Давай тут немножко посидим, посмотрим, куда он будет двигаться. Он, скорее всего, сейчас подойдет к этой чаше. И затем, может, пойдет шарик купит? Может быть, он купит шарик? Может быть, он мальчику, наконец-то, шарик? А, мальчику он шарик подарит. А кто? Да ладно! Мамочка так и здесь его гуляет. Да, я понимаю, что если мы сейчас ей попадемся, то нам будет полная задница. Давайте глянем, что у нас здесь. Он отправляется вверх на подъемнике. Понятно. А если мы сейчас ему шарик вот этот вот добавим? Как вы думаете, сработает? Пойдем сюда. А, может быть, ему нужно что-то другое дать? Прячься! Прячься! Пошел себе стоять! Я поняла! Нам с вами нужно будет, знаете, что сделать? Нам с вами нужно будет, скорее всего, так. Давай бросаю эту штуку. Потом давай посмотрим, что вот это. Да что ж такое? Грабли использую, конечно. Здесь у нас цилиндр с лезвиями. Мне кажется, вот это тоже надо будет взять. Мы с вами должны будем, скорее всего, заменить флейту на вот эту вот змею. Пойдем сюда. Здесь нам больше делать вроде как нечего. Поднимайся наверх. Нас вроде бы не запалили! О, ребята, сейчас запалит! Сейчас запалит! Прыгай, прыгай, прыгай! У, успели! Ребят, мы с вами успели. А как нам с вами... Подождите, а как нам с вами змею поймать? Нужно всегда под ноги смотреть. Пойдем сейчас с вами, знаешь, куда? Пойдем-ка вот сюда. Мне кажется, что когда он будет чистить обувь, то как раз можно вот этот вот цилиндр приметь. А слону, наверное, нужна мышка, да? Слоник! Так, на тебе мышку! Все? Бежим наверх. Бежим наверх. Так, я так понимаю, что, скорее всего, мы с вами не вовремя это все сделали. Ты идешь на подъемник. Давай еще одну мышку возьмем. Давай, наверное, к змее пойдем. Надо вообще понять, как мы с вами будем с ней взаимодействовать. Довели мы с вами соседа. Возвращаемся к Вуди. А что у нас, кстати, вот здесь? Мы тут что-то можем взять. Так, поднимаемся наверх. Провод. Провод с проводом и так все понятно. Провод мы как раз можем вот здесь применить, но мы пока что туда отправиться не можем. Значит, посиди, пожалуйста, здесь. Шарик нам нужно будет применить вот этому вот товарищу вместе со змеей. Мышь, понятно, для слона. Набор губка имел. Здесь у нас вот эта вот полосочка. Поэтому мы с вами должны будем, наверное, ее как-то перенести. Но вот где лопата? У этой лопаты очень длинная ручка. Что-нибудь удлинить? Что мы можем с вами удлинить? Слушай, пойдем отвяжем собаку. Наше время вроде как есть. Нет, ребят, не успеем. Сто процентов. Может быть, я же здесь что-то не заметила. Огрела, конечно, сейчас хорошенько нашего соседа. Спускаемся быстро. Может быть... Слушайте, а что у нас здесь? Нет, туда идти! Ты что, с ума сошел? Сейчас зайдешь, и тебе попадет. Отвязали мы с вами собаку. Пойдем вот сюда. Может быть, здесь нам его применить? Это глупо, согласна. Может, здесь мышь? Да! Мы, получается, сейчас с вами забираем змею. Ну, тут все понятно. С той загадкой все прям ясно. Подожди-ка. Точно я ничего не могу сделать? А может быть, здесь как-то можно применить? Итак, сосед отправляется. Давайте посмотрим, что мы с вами можем сделать. Значит, сначала мы применяем шарик. А затем мы добавляем змею. Вот. Змею говорю! Нет? А почему нет? А почему не змею? Бежим! Успели? Успели, ребята. А почему не змею? Дубль два. Сейчас уже никто никуда не полетит. Упс! Это не я! Это все не я! Я тут ни при чем. О-о-о, ребята, прячемся! А что ж ты вышел? Я же тебе сказала... Никогда нас Вуди не слушает! Нас приместили вот сюда. Так, нам же сейчас опять влетит! Нет, не влетит. Фух, у нас хотя бы есть несколько секунд. Окей, с этим мы с вами всем справились. Почему мы ничего не можем сделать со слоном? Давайте попробуем еще раз. Ребят, я, по-моему, поняла. Я, по-моему, поняла. Он должен испугаться мышки. А мы с вами только тогда сможем перерисовать вот эту вот черту. Все! Гениально! Ну, я так думаю! Мы даем слонику мышку. Он убегает. И только тогда я смогу вытереть вот эту вот полосочку, да? На! Держи! Правильно? Да, ребят! Здесь... Да, ну и... Вот оно что! Поближе, конечно! А здесь нам нигде змея не нужна? Лопата тоже? Пойдем наверху! Быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее! Сейчас ему влетит от слона. Сейчас ты получишь! У нас остается еще змея. Я думала, что змею нужно будет дать этому чуваку с флейтой, но, видимо, нет. Слушайте, а может быть нам... На качеле змея? Ну, не знаю, нет. Вряд ли. Либо нам нужно вот сюда. А, ребят! Смотрите, мы сделаем вот так. Теперь мы берем шарик. Давай быстрее. Еще раз шарик мы меняем. Сейчас мы с вами увидим, что с ним сделает слон. Давай, подходи, подходи поближе. Наконец-то! Наконец-то ему влетело от слона. Возвращаемся к Вуди. Я думаю, что сейчас мы с вами шарик отдаем. И, скорее всего, сейчас будет... Ну, прям очень весело. Давай, заходи вот сюда. Прячься. И, скорее всего, сейчас он упадет и подкинет мальчонку. Но у нас остается змея. И, ребят, у меня, по-моему, появилась идея. Может быть, змею нужно подкинуть в душевую? Мне удалось змею добавить вот на вот эту вот чашу. И я так понимаю, что это последняя пакость, которую мы с вами должны были сделать. Значит, сейчас сосед сходит вниз, почистит обувь, опять подразнит слона. И затем он попробует снова взять деньги. И я думала, честно говоря, что здесь у нас больше не будет никаких загадок, потому что у нас как бы было взаимодействие с водой. Но, как вы видите, все оказалось не так уж просто. Давай, попробуй взять оттуда деньги. Ты же хочешь покататься? Ты же хочешь подняться вверх на подъемнике? Ну? Давай. Давай, давай, давай. Его уже из-за нас кусали, ребят. И тапки он грыз, и по заднице от мамы он получал. И все равно ему хочется дальше отдыхать. И он не знает, что это сделал наш Вуди. Ну что, продолжаем, движемся дальше. Так, куда-то нас с вами совсем вниз отнесло. Нас с вами дальше ждет уровень, так, большие амбиции. Кошмарная семейка снова на прогулке. Мамочка не вылезает с базара. Ей пришлись по нраву асбестовые трусы. Сосед тоже нашел себе развлечения по душе. Но он катается на священных коровах и ходит по горячим углям. Разумеется, Вуди не может оставаться в стороне, ребята. Что сейчас будет у мальчонка такой грустной? Neighbors Back From Hell в серии большие амбиции. Мне мальчика жалко, он бедняга сидит один. А Ольги тоже здесь нет? Слушайте, а где Ольга? Где Ольга и с кем Ольга? Собираем. Так, ты ходишь здесь. А где твоя мать? Твоя мать вот здесь. Ты куда идешь? Ты идешь походить, наверное? Или ты идешь в ту сторону? Так, раз ты идешь в ту сторону, это хорошо. Что мы можем сделать с животным? Когда-то здесь хотели построить дорогу, но священная корова решила тут полежать. Постоять и пожить. Так что дорогу так и не закончили. Мы с вами взяли перочины ножек. Жбан с бензином. И еще мы взяли спички. Давай подниматься наверх. Тут у нас что? Канавка. Кокер стряхивает огненные капли в маленькую канавку на земле. Хорошо, он ушел туда. Может быть, мы здесь можем применить бензин. Здесь у нас цветочки. Корни цитка идут глубоко. Не могу выдрать. Может быть, мы так сможем сделать? Прекрасно. Здесь можно спрятаться. Здесь можно пройти. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Здесь нам делать нечего. Пойдем сюда. Он идет кушать мороженое. А что у нас здесь? Из люка поднимается жуткая вонь. Видимо, там расположена городская канализация. Цветочки сюда не надо? Да, это глупо. Спички. Спичку? Кто-то туда наверняка упадет. Здесь оставляют обувь перед тем, как войти в Тадж-Махал. Цветы вряд ли понадобятся. Бензин. Ну, ножиком как бы тоже не очень правильно. Он идет кататься. Пойдем сюда. Здесь у нас жбан с водой. Может быть, поменять? Да. Здесь нам делать нечего. Тут у нас что? Почти погасает, так что сосед может безопасно по ним прогуливаться. А так? Тоже нет. Это тоже не надо. Слушай, а может быть, мы с тобой лучше пойдем спрячемся? Посмотрим, что у нас в итоге получилось. Здесь у нас мороженое. Мальчик такой грустный. Мамочка достаточно много времени проводит на базаре, я так понимаю. То здесь, то на базаре. А, это примерочное. Я почему-то думала, что это душевая. Это примерочное. Получил свое, да? Неприятно. Неприятно. Мне тоже было неприятно, когда ты все эти гадости делал у меня дома. Трусы берем, наверное. Я почему-то думала, что это душевая. Еще думаю, что здесь делает душевая? Латка факира. Латка факира. Покупать мороженое, поиздеваться над ребенком. Иди сюда. Бегом же, давай, иди сюда. Так, здесь же не надо применять цветы. Так, цветочки. Иди сюда. А мальчику он не дает. Вот ты писька какая. Отвратительный. Просто отвратительный мужик. У нас есть какое-то время. Поэтому нужно не переживать. Все? Вот это мы с вами их раскалили. Не вижу дна. Это нам все не надо применять. А может быть нам с вами... Так, подождите. Мы же не успеем, да? Или успеем? Давай посмотрим. Да, успеем. Но я надеюсь, если что, нас мамочка подкинет. Поднимаемся. Ребята, еле-еле успели. Точно надо что-то сделать с трусами. А может быть нам трусы надо опустить в канализацию? Ну и как тебе мороженое? Надеюсь, тебе понравится коровья лепешка. Какая мерзость, ребята. Какая мерзость. Вкуси свой тапок. Он явно вкуснее, чем это мороженое. Оказывается, я снова могу разогреть угли. Давайте посмотрим. Может быть, нам здесь стоит применить... Трусы? Давайте проверим. Да! Да, ладно. А здесь нам ничего не нужно? А жбан с водой? Может быть, добавим? Еще раз. Ну, мало ли. Он опять пошел к корове. У нас есть горячие трусы. Слушайте, а может быть, сейчас мы можем трусы добавить? Как вы думаете? Нет? А сюда не надо? Нет, тоже не надо. Давай, быстро, быстро, быстро. Да, получилось. А давайте-ка снова сходим к корове. Корова, корова, корова. Может быть, нам стоит на корову применить? Помните, как мы с вами уже делали? И как раз он упал еще и в колодец. Ну, не в колодец, в канализацию. Ох, я представляю, какая там бонь. Сразу же две пакости, ребят. Сразу две пакости. Бегом, бегом, бегом. Я так понимаю, что, скорее всего, мы должны отвязать несчастное животное. Потому что явно ему здесь не нравится. Это мы с вами уже видели, это мы делали. Мы его уже бесили. Поднимаемся наверх. Ему осталось только мороженое скушать, чтобы успокоиться. Ну что? Хочешь еще немного покататься? Залазь. Только, наконец-то, тебе не удалось... Да ладно, тебе не повезло, конечно, в этот раз. Совсем не повезло. Раньше нормально, мог сесть покататься, а тут уже и не получилось. Продолжаем дальше. Опять нас с вами вниз перекинуло. Движемся дальше, и у нас левел-момент просветления. Соседу так и не удалось завоевать благосклонность Ольги. И даже мамочкина любовь стала действовать ему на нервы. Бедняга. Вот он и отыгрывается на безответном слоне. Ну, а на ком же еще? Ну, и у животных тоже есть права. Да и Вуди не дремлет. Ну все, сейчас будем помогать слонику. О, ребят, Оля вернулась. Neighbors Back From Hell в серии момент просветления. Так, давайте посмотрим, кто где находится. Значит, Оля у нас находится вот здесь, а где находится наш сосед? Здесь находится слон, мамочка. И вот он сосед, он отдыхает. Давайте поднимемся, может быть, наверх. Посмотрим, что у нас тут есть интересного. Может быть, нам можно взять... Чтобы это унести, мне нужна корзина или что-то в этом роде. Значит, корзины у меня нет, поэтому... Простите, пожалуйста, нужно подождать. Что мы с вами взяли? Сахарная косточка. Здесь можно спрятаться и здесь можно посмотреть на слона. Давай-ка спустимся, наверное, вниз. Где сосед? Проснулся, услышал мамочку. Мамочке что-то нужно. Беги, конечно, беги к мамочке. А мы с вами... О, ребят. Тут есть масло для загара. Мы случайно медом не будем его заменять? Также здесь есть бита. Почему оно здесь плавает? Интересно. Ольга куда-то отправляется. Мне нравится, что Ольга вообще не обращает внимания на нашего... Можно пойти забрать бюстгальтера Ольги? Серьезно? Да ладно. Забирай. Пойдем сюда. Здесь у нас просто труба. Я не могу открыть клапан. Ой, ребят, стоять. Куда? Куда? Подожди, 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 подожди. Я не могу подняться. Не могу. Ага. Могу, но не могу. Но не хочу. Так, а что мы можем сделать с Ольгой в душе? В душе. Ольга, принимай душ. Тебе дать что-нибудь? Тебе это не понадобится. Бита, тебе тоже? Могу косточку предложить? Не, не надо. Может быть мы... О, ребят, я, по-моему, знаю, что мы должны с вами сделать. Может быть мы здесь сейчас оставим лифчик? Нет? Серьезно? Хорошо, давай биту оставим. Ну ладно, масло. Ну не хочешь, как хочешь. Значит, Ольгу мы с вами спугнули. Шезлонг. Ну, скорее всего, нам нужно где-то взять опять какие-то колю... А, колючки. Ну, это классика жанра. На пляже это просто идеальный вариант. Давайте косточку, может быть, собаке предложим. Ребята, давай аккуратненько косточку собаке. У нас есть немного времени. И здесь что-то еще можно... Сачок, да, взять? Хочешь? Собираем сачок. Я думала, я успею добежать. Я надеялась, что мы успеем с вами... Как же она его лупит. Как сына она лупит, так и нашего беднягу Вуди. Хорошо, что нам делать с бюстгальтером? Подождите. Я знаю, что делать с бюстгальтером. Мы туда с вами смогли... Арбузы положите. У нас теперь есть арбузная катапульта. Вот это поворот. Давай посмотрим, что мы можем с трубой сделать. Мы с вами сразу же добавляем... Посмотрите, кстати, сколько у нас пунктов. Что, хочешь косточку отобрать? А не стоит забирать косточку. Мне кажется, что мы с вами в любом случае должны здесь, наверное, какую-то пружину разместить. Что с трубой делать? Я не могу открыть клапан бассейна голыми руками. Можно треснуть. Маслянистая гадость для кожи. Какая мощная катапульта. Свалит даже слона. Так, а здесь у нас что? У меня в столбе висит забытый пояс с инструментами. Я не могу его достать. Может, битый ты можешь как-то сбросить? Нет? Но катапульты вряд ли. Так, здесь нам нечего делать. Надо не на бассейн, нам нужно забрать рыболовный сачок. Собирай сачок. Быстрее, я тебя прошу, пожалуйста. Наконец-то, ребят. Забираем. Я так понимаю, что, скорее всего, просто так мы его не заберем. Вот этот вот инструментарий. Это плохо дело. Может, мы, конечно, это быстро сделаем? Быстрее! Пожалуйста, быстрее! Есть, забрали. Бежим сюда. Ну-ка, вода уже у нас. Не успели, ребят. Чуть-чуть не успели. Он должен обязательно туда упасть. Теперь нам нужно подумать, где нам применить вот эту вот катапульту. Катапульту, катапульту, которая свалит даже слона. И также нам нужно подумать, где нам использовать вот эту вот маслянистую гадость для... Фу, ребята, что это мы с вами... Мы с вами осьмин... Может быть, мы ей осьминога предложим? Ох, что из этого получится? Нет. Осьминога я смогла разместить вот в этой вот палатке. Давай посмотрим, куда нам, дети, вот этот вот арбуз. Куда биту. Слон, тебе биту дать? Может, ты битой сможешь? Да ладно. Ребята, быстро вниз. Быстро, 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 быстро. Ну, падать будешь? Нет? Ребята, я знаю, что нужно сделать. Нам с вами, наверное, нужно туда масло разместить. Сейчас он себе попробует примерить вот эти вот тербаны и все. И будет, конечно, не очень приятно. Ох, представляете, какие они склизки. Может, тут сейчас что-то интересное выпадет? Нет? Нет. Ничего не собирается выпадать. Давай ложись спать. Давай ложись спать. Закрываем глазки и ложимся спать. Что же она осматривается? Нам с вами нужно срочно успеть как-то применить... Давай, 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 давай. Не, ребят, мы не успеем. Даже не представляю, как можно успеть. Я думала, слон не собаку будет бить. Не, ребят, мы не успеем. Нам, наверное, нужно будет идти слева. Вот сейчас мы и успеем это все сделать. Давай, давай, только так. Да, 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 да. Вот, наконец-то! А я-то думала, что нам нужно будет как-то все это по-другому делать. Так, тебе влетело. Теперь нужно подумать, куда нам деть вот этот вот бюстгальтер. Сосед побежал к матери. Давайте, может быть, мы посмотрим. Может, что-то с краном можно тут сделать. Ребят, подождите. А там на фонарике у меня, по-моему, появился какой-то значок. Все, упал. Давайте посмотрим. Может, я могу бросить туда арбуз? Да ладно, серьезно. Иди погуляй с собакой. Так, ну мы с вами сломали вот этот вот фонарик. Давайте, может быть, еще подложим ему вот этого вот ежа. Или, может быть, нам... Слушайте, а может быть, сюда подложить ежика? Он там все время... Да ладно, серьезно! И сюда. Ребята, сейчас нас, наверное, огреют. Быстрее, быстрее, пожалуйста, быстрее! Все? Можно расслабиться. Я так понимаю, что, скорее всего, он сейчас будет мерить. Будет то же самое, что и с вот тем вот вредным осьминогом. И затем он, скорее всего... Представляю, какая колючая шапка. Приятного отдыха! Все, друзья мои, мы прошли этот левел. И мне кажется, что мы с вами справились просто на ура. Да, нам, конечно, немножечко влетело. Но мы с вами действительно молодцы. Следующий левел называется Ешь и будь съеден. Энтузиазм соседа слегка остыл. Тем не менее, сосед продолжает попытки завоевать сердце Ольги. Неужели получится? Пока Вуди рядом? Никогда! Ну что, поехали! Посмотрите, какая локация! Я вижу, что есть какая-то баночка. Растение, мешок, потом какие-то вкусняшки, стакан. Так, давай посмотрим. Что вот это за мешочек? Мы можем что-то здесь взять? Так, берем. Где... Ребят, вот сосед. А где кто? Тут его мать. Тут Ольга. Давайте пойдем вниз. Ребят, я не знаю, кто куда сейчас будет двигаться. Здесь какие-то перчики. Пойдем заберем перчик. Вот видите, хорошо, что мы с вами ушли. А кто нам бы сейчас влетел от соседа? Мамочка, видимо, его там будет тусить. Пойдем сюда. Тут у нас есть лодка. Корзинка для пикника. Подожди, пока что брать не будем. Тут какие-то предметы. Значит, здесь у нас рыба. Потом у нас окорочка валяются на песке. Какая-то бутылка. Быстрее давай. Что у нас здесь? Ты не понимаешь? Я тоже не понимаю. Ольга отправляется в лодку. Видимо, у них сейчас будет романтик. Старая добрая традиция разбить пенату. Надо ударить так, чтобы оттуда высыпались сладости. А здесь у нас что? Термиты деловито снуют по прогнившему стволу дерева. Нам пока что нечего им предлагать. Этим рычагом регулирует скорость механического быка. Может, я могу сюда? Нет, но это логично. Здесь у нас ничего нет. Ага, мы здесь можем спрятаться. Пойдем наверх. Мамочка идет туда. А что у нас в туточке? Я так понимаю, что его мать ходит вверх-вниз, вверх-вниз. Это сосед насыпает воду, когда ноги моет, чтобы грязь лучше сходила. Может быть, нам перец добавить? Но это было бы странно. Может быть... Давайте цемент! Конечно, цемент, ребят! Мы с вами движемся вот сюда. Берем... А здесь у нас что? Какая-то банка. А давай посмотрим. Здесь каждый день кормится бык. Ой, а, нет. Фух, я уже перепугалась. Послушайте, давайте сходим наверх. Пока она куда-то... Да поднимайся же! Поправляется? Тут какой-то цветочек. Забирай. И здесь какая-то штуковина. Послушайте, давай спускаться. Давай вниз. Она здесь стоит? Да. А куда идет? О, можно здесь спрятаться, ребят. Фух. Фух. Я уже перепугалась, что сейчас нас его мамочка поймает. Потому что, я так понимаю, она ходит только вверх-вниз, вверх-вниз. А, стоп, смотрите, здесь какие-то мухи. Тут у нас что-то происходит. Все, не выберешься. Ну, все. Дорогой мой сосед, больше ты не в отпуск не поедешь. Не будешь жить в своем доме. Я думаю, что он точно переедет после этого отпуска от нас. Что у нас есть? Цветок. Красивые цветочки сочные. Наверное, мы должны быку их дать. Рука статуи. Вот где полет ацетской технической мысли. Рука этой статуи подозрительно смахивает на рычаг. А где мы можем с вами рычаг использовать? Так, здесь у нас руки. Тут нигде. Значит, здесь ходит сосед. Рычаг, рычаг, рычаг. Давайте думать. Ну, вот здесь у нас был рычаг. Здесь нам делать нечего. Тут нам тоже делать нечего. А что у нас еще есть за предметы? Зубы острые, как иголки. Иголки. Нам нужно перец, наверное, подсыпать, ну, мне кажется, в еду. Чипсы из стакан воды. Текила пахнет в точности, как растворитель. Что ты стал? Уходи давай. Стал себе и стоит. Пойдем сюда. Давай попробуем подсыпать, может, сюда чего-нибудь такого. А может быть... Подожди, у нас перчик еще есть. Может, еще и перчик? Да, конечно. Это мы с вами все подмешали. Пойдем сюда. У этих двоих сейчас романтик. А мы с вами, может, термитов набрать сюда? Можем. Давай посмотрим. Забыли цветы, надо обязательно добавить. Куда ты идешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее, быстрее. Ох. Хорошо. Ты хочешь цветочек? Хочешь, нет? На тебе цветочки. Ребят, а может быть эти зубы сюда? Давайте проверим. У нас есть немножко времени. Хочешь? Хочешь окорочок? Откормили? Иди сюда быстрее. У нас есть с вами банка и у нас есть рука. Мы с вами не проверили банку. Может быть нам термитов туда собрать? И термиты, наверное, должны съесть вот эту палку. Может быть так? Что? Хочешь? Ребят, по-моему, сейчас произойдет беда. Вот это поворот. Кстати, улей упал. Может быть нам тогда... Подождите, а может не термиты, а пчелы? Хотя мне кажется, что скорее всего нам нужны термиты. Что такое? Дай вкусняшку. Хотя мне кажется, твоя рука будет более аппетитной. Так, давай-ка мы теперь возвращаться к Вуди. Мы уже сделали с вами три гадости. Сейчас будет, наверное, четвертая. Слушайте, а что нам... Стоп! Слушайте, а может быть нам все-таки нужно будет собрать пчел? И тогда мы добавим в корзинку с едой? Пойдем. Сейчас проверим. Либо то, либо то. Соберешь, да? Да ладно. Так, а теперь их сюда можно? Нет, а почему? Нас сейчас запалят. Фух, ребята смогли справиться. Давайте возьмем осиное гнездо. Слушайте, ну осиное гнездо, наверное, точно... Блин, мать идет сюда. Я же думала, что ее сейчас здесь не будет. Бэк снова мирно жует свою жвачку. Тебе не надо, зубы? Нет? Это тебе тоже не надо. И улей тебе не надо. Что, сломалась? Мне кажется, он сейчас ее не сможет оставить. Сейчас ему глядит от Ольги, да? Наваляешь ему? Давай, наваляем, Оль. Покажи ему, как... Не надо делать. Все, получил наш сосед. У меня появилась идея. Мне кажется, что сейчас здесь мы должны подвесить вот это вот гнездо. Точно! Точно, ребят! Так, давай, давай, давай. Я-то думала, нужно будет в лодку бросить. Но в лодку мы, наверное, будем бросать с вами термитов. Давай, 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 быстрее. Пока они катаются. Ребята, они выходят, они выходят, они выходят. Мы с вами бежим. Но нам, наверное, сейчас влетит... Успели. Успели. Мать! И мать уходит. Давай-ка. Давай-ка вот сюда добавим термитов. Все? Получил? Получил. Возвращаемся к Вуди. Бегом. Сможем? Да. А сюда не надо добавлять, да? Ну что, ребят, лодку мы с вами потопили. Я проверила все варианты, которые у нас есть. И я так понимаю, что, скорее всего, вот эти вот зубы мы должны были где-то использовать, может быть, вот здесь. Или же, может быть, на вот этом вот растении. Но, к сожалению, снова мы их применить никак не смогли. Если хотите, мы с вами можем попробовать перепройти. Но мы все равно довели нашего соседа до нервного срыва. По-моему, только в двух левелах мы с вами не получили прям все монетки. Но мне кажется, что у нас и так неплохой результат. Если вы хотите увидеть следующую серию как можно скорее, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok